Всем привет! Это новая серия подкаста «Корона не жмёт». Меня зовут Юлия Горшкова, я шеф-редактор сайта «Татлер». Привет! Меня зовут Таня Соловьёва, я редактор социальных сетей «Татлера». И мы продолжаем обсуждать самые интересные и интригующие факты из жизни мировых монархий, отвечать на ваши вопросы и рассказывать вам всё самое интересное. Сегодня я предлагаю нам с тобой затронуть тему протокола, потому что я, например, когда выкладываю что-то в наши социальные сети, в Инстаграм про королевскую семью, как ты, наверное, замечала, очень часто пишут в комментариях, вот это, допустим, не по протоколу. Да, это постоянная история. Также в интернете можно найти огромное количество статей из серии «75 случаев, когда Меган Маркл нарушила протокол». Предлагаю всё-таки разобраться и рассказать нашим слушателям, что на самом деле написано в королевском протоколе, что там не написано, и какие мифы существуют на этот счёт. И параллельно с этим, наверное, поговорить про королевский этикет, с которым протокол часто путают. Начну, наверное, с того, что скажу, что протокол действительно существует, и даже больше. Их существует несколько. Касаются они, как правило, каких-то официальных мероприятий с участием представителей королевской семьи и регламентируют порядок их проведения. Допустим, по протоколу приезжать на приёмы и торжества виндзоры должны в обратном порядке иерархии. То есть сначала приезжают наиболее далёкие от престола родственники королевы, а она сама, конечно же, является последней. Ну, кстати, однажды Уильям и Кейт нарушили это правило, явились на пасхальную службу в церковь Святого Георгия с опозданием. И виной тому были лондонские пробки, которые помешали им оказаться вовремя в нужном месте. Ну, как бы все понимают про лондонские пробки, и ничего страшного, в общем-то, не случилось. И королева, по-моему, никак на это не отреагировала. Да, ну то есть не только светские гости в Москве всегда ссылаются на пробки, если опаздывают. Не, ну на самом деле они действительно опоздали, они входили в церковь последней уже после всех своих родственников, так немножечко неловко улыбались, но ничего не произошло действительно. И вообще, кстати говоря, информация о королевском протоколе, это никакая не тайна за семью печатями, всё это находится на официальном сайте британской короны, там представлено большое количество публикаций, которые разъясняют какие-то интересные и полезные официальные моменты. И в числе прочего там сказано, что не существует каких-то обязательных кодексов поведения, которые необходимо соблюдать при встрече с представителями королевской семьи. При этом, как правило, гости мероприятий сами предпочитают соблюдать какие-то устоявшиеся традиции, то есть никто на этом не настаивает. И к таким традициям относятся, например, форма приветствия, это наклон головы для мужчины и лёгкий реверанс для женщины. Да, ну я, кстати, помню сцену из фильма «Королева» с Хеллен Миррен, когда жена Тони Блэра, её играла прекрасная актриса Хеллен Макрори, недавно умершая, и она там своим всем видом показывает, значит, что вот эти условности, когда ты там выходишь от королевы, ты должен там откланяться, и она так вот, ну, видно, что она как бы так немножко подстёбывает эту ситуацию, поэтому вызывают некоторые, видимо, вопросы всё-таки вот эти вот истории с реверансами, наклонами и так далее. Прошу вас сюда. Мы подойдём к дверям аудиент-зала, я постучу, мы не станем ждать, пока нас пригласят, а сразу войдём. Стоя у двери, мы сделаем поклон головой, я вас представлю. Королева протянет вам свою руку, вы подойдёте к ней, ещё раз поклонитесь, потом пожмёте ей руку. И ещё кое-что. Надо говорить «мэм», как в «сэм», а не «мам», как в «сам». И пока вы в присутствии, ни в коем случае не показывайте ей свою спину. В присутствии? Да, сэр. Так это называется, когда находится в обществе её величество. Ну, на самом деле, делать реверанс совершенно необязательно, а вполне допустимо и рукопожатие, это тоже указано в том самом протоколе. Например, если случится так, что ты будешь представляться королеве, тебе сначала, Таня, необходимо обратиться к ней, ваше высочество, потом можешь называть её уже, да, 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 потом называешь её «мэм». И если королева протянула тебе руку, можешь смело поздороваться с ней за руку. То есть первая я ей руку протягивать не должна? Да, да, это только ответный жест твоей стороны должен быть. Ко всем остальным членам королевской семьи можешь обращаться «Ройл Хайнесс», а затем переходить на «Сэр» или «Мэм» в зависимости от пола. Самое интересное, что обычно скрыто от глаз, это подарки, которые члены британской королевской семьи получают от разных людей. Вот, Юль, ты бы что подарила королеве? Даже не знаю, честно говоря, но что-то по-татлеровски роскошное. Ну вот и зря, потому что частные лица, которые никак не связаны с королевской семьёй, то есть мы с тобой могут дарить членам королевской семьи цветы, продукты питания, книги, но и те на какие-то совсем беззубые, безопасные, не вызывающие никаких споров темы. В общем, и презенты все должны быть стоимостью до 150 фунтов. Так что в противном случае подарок тебе просто твой красивый, роскошный по-татлеровски вернут обратно, и поедешь ты с ним домой. Свояси, да. Ну хорошо, тогда придётся захватить что-то из еды, раз это можно. Да, но если ты, допустим, приехала бы с книгой, условно, в поисках свободы Гарри, Меган и создание современной королевской семьи, я думаю, что это было бы не самое лучшее решение. Я бы, честно говоря, не рискнула преподнести это королеве, но не знаю, есть ли тот смельчак, который это сделал. Ну, денежные подарки, например, тоже могут быть приняты родственниками королевы, только от лица благотворительных организаций, которым они покровительствуют, и, собственно, они должны быть переданы этим организациям. И ещё интересно, получатель подарка, как бы он не становится его собственником, он принимает его от лица короны и принадлежит этот подарок короне. Такое вот интересное замечание. Да, и каждый подарок заносится в специальную форму, регистрируется, притом туда вносится всё, вплоть до плитки шоколада или какого-нибудь плюшевого медведя, которого подарили принцу Луи. Ну, то есть им совершенно миллионы этих мишек дарят. Да, и всё это записывается. Есть специальная служба, которая ведёт учёт всех подарков. И если этот подарок не соответствует каким-либо правилам, то есть, как вот ты сказала, например, он стоит больше 150 фунтов, и при этом по каким-то причинам его невозможно вернуть дарителю, например, он был подарен, не знаю, в Австралии и уже его привезли в Британию, то тогда либо он передаётся на благотворительность, опять же, или уничтожается. Ну вот тоже интересно, как они оценивают стоимость этих медведей несчастных, да? Ну вот как ты поймёшь, что он условно дорогой? Не знаю, золотым ошейникам разве что и подарят, я не знаю. Ну я, по крайней мере, надеюсь, что за Букингемским дворцом нету какого-то пепелища, где сжигают всех этих медведей. Да, ну при этом, кстати, подарки от крупных компаний, всяких там производителей, чего-либо, модных брендов, тоже подарки не принимаются. Ну понятно, это может быть расценено просто как реклама. Ну конечно, когда Кейт выходит в блузке какого-то определённого бренда, её сразу же сметают из интернет-магазина. Конечно же, если бы... Да-да-да, это было бы очень выгодно брендам дарить свою продукцию королевским особам, но это запрещено. Теперь предлагаю перейти к основным мифам о королевском протоколе, которых великое множество. Например, нам часто пишут, что нельзя прикасаться к представителям королевской семьи. Вот что ты скажешь насчёт этого мифа? Я не очень себе представляю, чтобы принцесса Диана как-то не здоровалась, например, с людьми. Любую светскую хронику вспоминаем. Мне кажется, там полно примеров, когда и к ней тянутся, обнимают или, по крайней мере, пожимают ей руку. То есть она, очевидно, демонстрировала всем, что с ней можно довольно близко поздороваться, пообщаться как-то. Не знаю, может быть, я ошибаюсь? Нет, ты как раз права, ты не ошибаешься. Действительно, нет такого правила. Когда-то оно существовало, но это было очень много лет назад, когда монархи считались избранными богом, и любые прикосновения к ним были запрещены. Ну, это какое-то, да, средневековье такое немножечко попахивает. Так и есть. И сейчас это скорее просто здравый смысл, ну, ты же не будешь там кидаться с объятиями на незнакомого человека. Тут тоже нужно соблюдать какую-то дистанцию допустимую. И вот в случае с королевой, как я уже говорила, допустимы рукопожатия, например, на мероприятиях, но только если Елизавета Первой протянет руку. При этом наверняка ты помнишь случай, когда в 2009 году Мишель Обама во время визита к королеве в порыве чувств очень тепло ее обняла. Вот так вот по-американски. Ну, и мы помним, что с Мишель Обамой все прекрасно, ничего такого не произошло, ее не казнили. Но в отношении младших представителей королевской семьи подобных правил, кстати, нет. Уильям, я не знаю, Кейт, когда-то Гарри с Меган, внуки королевы зачастую сами инициируют контакт, обнимаются. В общем, прекрасный кадр есть, где Меган целует руку маленькой девочки. Хорошо, что не в живот, она ее тогда поцеловала. Да. Вообще, мне кажется, что, ну, по моим наблюдениям, всегда и так понятно дистанция, которую ты можешь держать с тем или иным человеком. Если ты адекватен, естественно, ты не полетишь к принцу Уильяму с какими-то невероятными, знаешь, обнимашками. То есть, ну, понятно, что ты там можешь ему помахать, он к тебе может подойти, что-то там обмолвиться парой слов. Это все очень понятно всем цивилизованным людям. Ну, окей, с прикосновениями разобрались. Давай второй миф. Часто пишут, что все члены королевской семьи должны получать у Елизаветы II разрешение на вступление в брак. Поясню, что до 2013 года именно так и обстояло дело, но затем было принято решение, что монарх будет давать благословение на брак только первым шести претендентам на престол. И на данный момент это Чарльз, Уильям, у которых уже все решено в этом плане, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Гарри. Да, я вот хотела как раз спросить, Гарри коснулась все-таки? Гарри, да. Королева одобрила все. Коснулась, да. Королева лично одобрила Меган. А, например, принцессам Евгении и Беатрис разрешение бабушки не требовалось, но говорят, что они все равно обращались к ней по этому поводу. Ну, еще один миф. Представители королевской семьи не имеют права высказывать свое мнение по каким-либо общественно значенным им вопросам. В том самом нашумевшем интервью при Уинфри Меган в какой-то момент произносит как раз вот такую фразу, я сейчас процитирую. Я всегда ценила независимость. Я так долго выступала за то, чтобы женщины заявляли о своих правах. Иронично, что последние четыре года я молчала. И это ужасная ирония последние четыре года. Я адвокировала так долго женщины, чтобы использовать свою голосу. И тогда я была саленна. И тогда Опра очень драматично спросила у нее, ты молчала или тебя заставили молчать? Ну, естественно, после такой вот мхатовской паузы Меган сказала последнее. Were you silent or were you silenced? The latter. И этот случай, он как будто бы подтверждает миф о том, что члены королевской семьи не могут высказываться по тем или иным вопросам, ну, резонансным, да, мы сейчас это имеем в виду. Ну, как ты все-таки считаешь, преувеличивает Меган? Потому что у меня есть ощущение, что тут она, конечно, немножко лукавит. Драматизирует, думаешь? Драматизирует, да. Если верить протоколу, то Виндзорам действительно нельзя голосовать на выборах, им нельзя публично какую-то высказывать поддержку одной из политических партий, но при этом говорить о правах женщин, о расовом равенстве, поддерживать ЛГБТ-сообщества, высказываться, там, не знаю, состояние экологии и других каких-то вопросах общественно важных, они могут вполне себе легально и очень часто пользуются этим правом. И у Вильям, насколько я помню, да, прекрасно про ЛГБТ-сообщество говорил, и никто ему рот не затыкал, не закрывал. Да, он поднимал вполне такую острую и, казалось бы, неоднозначную тему, когда у него спросили, как бы он реагировал, если бы, например, принц Джордж пришел к нему и сказал, что он гей, и тогда Вильям ответил, что он бы отнесся к этому с пониманием, но он переживает, как бы посмотрело на это общество. Да, мне сейчас вспомнилось, перескочу немножко, еще такой миф, что представители королевской семьи не могут играть в монополию, нельзя играть в монополию. Ой, это мой любимый просто миф. Да, да, это вот такая легенда, и автором ее стал сын Елизаветы II, принц Эндрю. В 2008 году на одном из каких-то мероприятий он так и сказал журналистам, нам в семье нельзя играть в монополию, это слишком жестоко. Ну и, естественно, это преподнесли, как будто так в действительности есть, но на самом деле Виндзеры просто очень азартные, эмоциональные и предпочитают не играть в настольные игры друг с другом, просто чтобы не ссориться. Не знаю, представляю, как там Елизавета, знаешь, кидается чем-нибудь в своего оппонента, проиграв в шахматы, в общем, интересно. Но на самом деле естественно, да, естественно, он тогда пошутил, и это забавно, что СМИ восприняли его слова буквально. Да, и не существует, конечно, никакого указа по этому поводу, вот, все, играть можно, но... тогда перейду к еще одному мифу, он тоже очень забавный, мне кажется, просто рушатся семьи из-за этого мифа, у нас постоянно о нем пишут в соцсетях. Да, кажется, я поняла, о чем ты. Ты понимаешь, к чему я клоню, да, вот тот самый предмет одежды. Да, да. Пишут, что все представительницы королевской семьи обязаны носить прозрачные колготки. Действительно, во всех статьях про королевский дресс-код, наряду с опоминанием о том, что все они носят прозрачный лак для ногтей, закрытые обувь на мероприятиях, там всегда есть пункт о том, что колготки обязательны на всех официальных мероприятиях, и они должны быть непременно телесного оттенка. Букингемский дворец, естественно, ни разу не подтвердил эту информацию, а комментарии экспертов не вносят никакой ясности. Одни говорят, что это личное пожелание королевы, и что она сама следит за тем, чтобы его исполняли, а другие утверждают, что вообще никаких правил относительно колготок не существует, и это всё выдумка. Да, ну странно, что ещё там, знаешь, не прописано, там 20 ден, условно, да, например, для лета, для зимы 100, и не деном меньше. Да, и всё это в указе из королевской печати. Да, ну давайте всё-таки здраво рассуждать, конечно, невозможно себе представить, да, чтобы Елизавету издала подобный указ, который регламентировал бы ношение колготок. То есть, ну это даже звучит, как-то, знаешь, неправдоподобно. Вывод-то такой, что телесные колготки, конечно, никак не фиксируются протоколом, но относятся к области таких вот королевских традиций. Соблюдать их, не соблюдать, каждая принцесса, герцогиня решает для себя сама. Конечно, я легко представляю Меган, которая часто ходила с голыми ногами, и, в общем, ну никакого тут протокола, конечно, нет. С другой стороны, мы прекрасно помним, да, всю эту шумиху вокруг девочек со свадьбы. Меган, да, с Гарри, по-моему. Да, по слухам, действительно, между Меган и Кейт случилась ссора из-за этих самых несчастных колготок. Якобы маленькие девочки-цветочницы, которые были на свадьбе у Мегана и Гарри, среди которых была принцесса Шарлотта, они пришли на примерку, естественно, Кейт при этом присутствовала, и завязался спор у герцогинь о том, должны ли малышки быть в колготках или нет. И Меган выступала за то, чтобы они были с голыми ногами, напомню, что это был май месяц, а Кейт хотела соблюдение протокола, якобы. Как мы помним, победила Меган в этом споре. Девочки были с голыми ногами. Якобы Кейт это довело до слёз, она плакала. Там уже, конечно, всё это раскрутили до каких-то невероятных масштабов. Да, никто не может, наверное, сказать, кроме самих участников, что там действительно произошло, бывали это ссоры. Хорошо, что девочки-цветочницы всё-таки были без колготок. Резюмирую. Да, ура, молодец, Меган. И ещё один такой миф есть о том, что супруги из королевской семьи не могут публично проявлять своих чувств или даже держаться за руки на публике. Ну, это, конечно же, тоже заблуждение. Действительно сложно найти какие-то совместные фотографии Елизаветы Второй и принца Филиппа, где они бы держались за руки, но это скорее просто какая-то особенность их характера, никаких запретов по этому поводу не существует. Уильям с Кейт тоже достаточно сдержанно в проявлении чувств, зато... В отличие от Гарри с Меган. Ну, и Чарльз Камилла, я хочу тоже сказать. Очень часто на публике держатся за руки и ничего не нарушают при этом. Давай ещё пару слов скажем об этикете и традициях. Когда встаёт королева, все находящиеся в помещении тоже должны встать. Когда королева завершает свою трапезу, все сидящие за столом тоже должны отложить приборы. То есть есть нужно очень быстро, если вы на приёме у королевы. Если видите, что королева собирается уходить, то как бы всё, ваш ужин завершён. На ужине также при подаче первого блюда нужно вести беседу с человеком, сидящим по правую руку, а во время подачи второго блюда с соседом слева. Так что вы тоже имейте в виду, куда садиться. И если королева кладёт клач на стол, значит ужин вообще пора заканчивать. И я где-то слышала ещё, что когда королева переносит во время разговора с одной руки сумочку на другую, это сигнализирует о том, что беседа тоже подходит к своему логическому завершению. Но при этом сигнал этот не собеседнику, а специально обычному человеку, который в нужную секунду появится рядом и всю эту ситуацию разрулит, уведёт королеву дальше, и вы сможете беседовать с кем-то другим. Следующая интересная традиция гласит, что двум прямым наследникам престола не следует путешествовать в одном самолёте. Стоит пояснить, что эта традиция появилась на случай каких-то непредвиденных ситуаций. То есть, условно, Чарльз и Уильям не должны лететь одним рейсом, потому что мало ли что случится с самолётом. И теперь Уильям и Джордж, по идее, не должны летать одним рейсом. Но, как мы все неоднократно наблюдали, герцог Кембриджский не раз уже нарушал это правило. Он часто брал с собой сына в какие-то королевские поездки. Ну, там с какого-то возраста, да, по-моему, вступает. Я как раз хотела упомянуть, что почему-то по какой-то необъяснимой логике говорят, что это правило вступает в силу только когда наследнику престола исполняется 12. Но тут, мне кажется, логичнее было бы, допустим, чтобы Уильям не летал со всеми своими детьми. Они же, у них были общие совсем поездки. То есть там все и Шарлотта, и Джордж. Это нелогично, но говорят, что так. Ну, мы посмотрим, вот в 2025 году Джорджу исполнится как раз 12, и увидим, будет ли он летать куда-то с отцом или отныне. Нет. Ну, вот, кстати, когда они куда-то летят, еще одна из таких традиций, у них у всех есть с собой некий траурный наряд. Ну, понятно, что черное платье для женщины, черный костюм для мужчины. И это правило появилось после того, как во время африканского тура Елизаветы и принца Филиппа в 1952 году скончался ее отец, и у нее не оказалось с собой ни одного черного платья. Вот, и поэтому, чтобы выйти из самолета к журналистам в таком, понятно, надлежащем виде, юная Елизавета ждала, сидела на борту специального человека, который привез ей это платье, и она, соответственно, вышла уже в траурном облачении. Ну, то есть, с тех пор подобные наряды предусмотрительно возят с собой все члены королевской семьи. Да, и при этом появляться на публике в черном это не принято, это можно делать только как раз на траурных мероприятиях, например, в день памяти павших 11 ноября. Ну, опять же, да, это не запрещено, но это не принято, потому что, например, та же Меган на какие-то концерты, на какие-то мероприятия приходила в черном брючном костюме, ничего страшного не случалось, но вроде как вот считается, что лучше избегать этого цвета. Ну, тут скорее королева с Кейт Миддлтон олицетворяет вот это такое некое правило, да, не всегда в каких-то разноцветных очень платьях, костюмах, особенно королевы при всей ее любви ко всем вот этим желтым, зеленым. Да, пальто всегда у нее очень яркие. Если вспомнить ее в черном, то, конечно, вот в каких-то таких моментах. Ну, да, на самом деле тема, как вы поняли, уже довольно обширная. Если вы знаете про какие-то интересные королевские традиции или, может быть, хотите задать нам какой-то вопрос по этой теме и предложить новую тему, пожалуйста, пишите в наш Инстаграм, на почту, я не знаю, куда угодно, с голубями отправляйте. Мы всегда рады вашим предложениям. Спасибо и пока. Пока.